Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксель Мон, и это ребята, последняя серия этого сезона, да ребята, это уже конец четвертого, долгого, затянувшегося сезона, ребята, он уже капут как долго длится, уже практически 150 серия, но к 150 мы не дотянули, там как раз на 2-3 серии мы успели быстрее закончить этот сезон. Поэтому, ребята, сейчас в этой серии мы подведем итоги, сделаем выводы, сделаем прогнозы на следующий сезон, посмотрим, что мы успели сделать, что мы успели построить, кого мы успели словить за этот сезон, подведем итоги всего сезона и поставим окончательную точку в этом сезоне и завершим его. Также, ребята, мы подумаем над ошибками, которые, в принципе, я совершил в этом сезоне, потому что, поэтому он и так долго и затянулся. Сначала, ребята, давайте мы посмотрим всех покемонов, которые у нас есть, всех покемонов, которых мы словили за этот сезон, всех, со всеми попрощаемся, со всеми все сделаем, попрощаемся и, в принципе, уже закончим этот сезон и потом, ребята, начнем новый. Перед тем, как я начну показывать всех покемонов, я хотел бы, ребята, сразу сказать о двух вещах. Итак, первая вещь, это то, что новый сезон начнется тогда, когда на этой серии наберется 750 лайков. Ребят, я понимаю, что это много, но как раз к тому времени у меня будет время, чтобы создать новую сборку, чтобы посмотреть моды, которые мне нужны, чтобы подумать над целью всего сезона, чтобы, в принципе, сделать какие-то прогнозы, что я как буду делать. И как раз на это уйдет пару дней и за пару дней, ребята, мы сможем набрать, я так думаю, 750 лайков, все зависит от вас, ребята, я на вас надеюсь. В принципе, мы можем набрать и за день, если вы постараетесь, если, в принципе, успеем и их набрать, 150 лайков за один, за два, за три дня, то, ребята, тогда и начнется новый сезон. И, во-вторых, это то, что стартовика, который... голосование о стартовике, который сейчас длится в группе, еще раз напоминаю, ребята, будет завершено тогда, когда какой-то покемон дойдет до 100 голосов. То есть, когда один покемон наберет 100 голосов, чтобы он был в начальном покемон в следующем сезоне, да, чтобы мы его выбрали как стартовика в начальном сезоне, тогда, когда на нем наберется 100 лайков, 100 голосов. Потому что там уже на одном покемоне есть вроде около 50, а на втором уже около 70. То есть, еще там 30 голосов, на одного и 50, на второго, это от вас зависит, какого вы хотите видеть. И тогда, ребята, уже можно будет выбрать, какой покемон у нас будет в следующем сезоне. Хух. Ну что, ребята, давайте начинать. Серия будет длинной, а также, как и, в принципе, все итоговые серии сезонов, серия будет около часа, ребята. И поэтому ставьте большой палец вверх. Это, во-первых, из-за того, что длинная серия, а во-вторых, из-за того, что и так нужно поставить лайк, а в-третьих, ребята, для того, чтобы набрать 750 лайков и чтобы новый сезон начался еще быстрее. Пятый сезон по счету. Еще, ребята, что я забыл. Я не могу найти никак покерадар, покерадар, извиняюсь, покерадар на новую версию пиксельмона. То есть, там, где есть уже новые легенды, селы, белю, луги, апсы и, в принципе, новые, ну, около 20-30 покемонов. Я никак не могу найти покерадар, потому что, если я его не найду, то тогда первые серии мы будем тупо бегать без покерадара или даже, может, не первые, потому что я его никак не могу найти. Поэтому, ребята, вы можете или скинуть ссылочку на него в комментариях, или тут, или в группе ВКонтакте, или мне прямо в ЛС ВКонтакте. Или же, или же скинуть мне его потом в скайп, или как, ну, написать, если у вас нету ссылочки, да, и то написать мне ВКонтакте, и потом скинуть мне. Ну, в принципе, ребята, я вас попросил, если у кого-то есть покерадар на новую версию, то тогда, ребята, пожалуйста, скиньте. Ну что, ребята, приступаем. Первая наша команда. Первая наша команда. Это, ребята, долго будет, поэтому, если вам не интересно, если вам, в принципе, не нравятся итоги, то можете уже сразу выключать, но и так не забудьте поставить лайк, потому что итоги сезона мы проводим каждый сезон. То есть, мы подводим итоги каждый сезон, поэтому, ребята, мы посмотрим всех покемонов, всё, что мы сделали, и всё, что у нас сейчас есть в этом сезоне. Поэтому, ребята, начинаем. Первый наш покемон, Инфернейп. Это стартовик, который у нас был в этом сезоне. То есть, три сезона подряд у нас был стартовик Чармандер. В четвёртом сезоне у нас стартовик Чимчар. В пятом сезоне, я не знаю, или Маткип будет, или опять Чармандер, или Снайвий, или кто там в данный момент лидирует. Потом. Второй покемон. Эмфорос я, наверное, и в пятом сезоне Мари пословлю, потому что он не такой уж редкий, и Эмфорос мне, во-вторых, нравится, а во-третьих, он, в принципе, и такой сильный. Поэтому, его мы тоже, наверное, слоим. Шэндалур, но... Лампа. Потом Венузар, ну, конечно же, Бульбасар, на нём и кататься можно, да? Да. Так. Потом Фироу, Шайни, Шайни Фироу, ребята. Первый наш летающий покемон, и потом Агрон. Вот он, он Шайни. Он должен тупо быть Шайни. Вроде Шайни, фиг его знает. Ну ладно, вот, ребята, наша первая команда. Переходим к другой команде. Ой, это не сюда, а вот сюда. Вторая команда по счёту. Опять наш любимый всеми... Чаризар, то есть, Чармандер. С анимацией классной совсем, то есть... Видите, даже не под конец сезона мы его словили и прокачали, а на самом начале вторая команда, Чармандер. Потом вроде Шайни Райчу. Он Шайни? Должен быть Шайни, потому что я помню, мы вроде Шайни ловили. Потом Шайни Меганюм. Вот он. Потом Шайни Пиджиот. Наш второй летающий покемон. Эспион, ребята, наша первая... Наша первая Иви в этом сезоне, в четвёртом. И потом Тентакруэль. Я не знаю, Шайни, вроде Шайни или нет. Ну, ладно, Тентакруэль. Вторая наша команда. Прокаченная. Так. Это когда мы ещё на острове качались, или ещё даже до того, как мы нашли остров. Потом Магмуртар. Он вроде Шайни. Должен быть. Ну, вот такой Магмуртар. Потом Люкс Рей. Вот он. Потом третий Вайлиплум. Грибочек или что-то. А он вроде... Да, ну, в принципе, Шайни. Да, у нас же куча Шайни Одишев было. В принципе, не у нас куча. Мы многое количество Шайни Одишев находили. Потом Самурот. Потом Стараптор. Тоже Шайни. И потом Шайни Арбок. Вот он. Так, ну что, давайте приступим к следующей команде. Ой, опять не туда поставил. А вот сюда. Так, третья... Четвёртая команда. По счёту. Худ. Так. Четвёртой команде. Эмбуар. Где-то ещё на меня упал. Или мне что-то показалось. Фигню знаю. Потом. Желтеон наш. Шайни. Точно, ребята. Мы же одну Шайни Иви словили в этом сезоне. Поэтому и Шайни Желтеон у нас есть. Потом Сильпериор. Вот. Потом Бластойс у нас. Ну какой он мелкий какой-то получился. Ну скоростной. Так. Потом Тропиус. И потом, ребята, наш Лукарио. Это было, в принципе, так недавно, что просто с ума сойти. Я же помню, как все просили. Ну возьми ты в следующую команду. Ну возьми ты в следующую команду. Так, это там кто? Джодут есть у нас. То есть возьми ты в следующую команду Лукарио. То есть Риолу, да? Прокачай Лукарио. Ну возьми ты. Ну возьми ты. А это сейчас оказывается, что это четвёртая команда по счёту. А мы уже прокачали, фиг его знать, 20 команд. А такое чувство, как это было, в принципе, совсем недавно. Что меня просили взять Риолу в команду. А это четвёртая команда по счёту была. Офигеть, ребята. Так, ладно. Давно уже было, в принципе. Ну мне так кажется. Мы это прокачивали давно уже. Потом. Пятая команда. Последняя команда в первом боксе. Это Арка Найн. Шайни Электри Вайр. Вот он. Потом Тортера. Потом Эмпо Леон. Вот он. Потом Арчи Опс. И последний Зору Арк. Вот он. На нём кататься можно, а нет? Ладно. Так. Ай, опять не туда. Вот сюда. Так. Дальше, ребята. Приступаем. Нет, 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 нет. Ребят, точно что... Извиняюсь. Точно что не сейчас. Сейчас нам дождь, ребят, один должен. Опа. Ладно, давайте, ребят, уже не будем никуда идти. Уже не будем никого эволюционировать. Точнее, уже не будем никого идти ловить или ещё что-то делать. Берём тупо мы, ребята, магнитона. Удаляем его. Пуки. Спаун. Магни. Зон. Шестьдесятый левел. Берём. Ловим его. Да и всё, ребята. Это конец сезона. Это последняя серия. Какой смысл сейчас вылаливать идти, эволюционировать? Пускай уже так будет, да и всё. Так. Вот он, ребята. Первый. Блазикен. Вот он. Потом магнизон. Ну, в принципе, был магнимайт. Сейчас уже магнизон. Вот. Потому что в этой версии он что-то не эволюционирует, ребят. Это версия забаганная. Или что? Так же, как и не спаунилась Райкваза. Потом заспаунилась и не показала в чат. Так же, как куча океограф спаунилась. Или так же, как я почему-то не мог эволюционировать магнимайта. А в горах, так как мы это делали в предыдущих версиях, в предыдущем сезоне. Что ему один уровень нужно было прокачать в горах. Но сейчас он, ребята, просто не эволюционировал. Не знаю, или забагали ещё, или просто не сделали. Но поэтому, ребята, я и забыл его эволюционировать. Но вот он сейчас, ребята, тут. Мы его уже вот так прокачали. Потом септил. Нету смысла его вставлять в предыдущей эволюции. И нету смысла идти опять пытаться его эволюционировать. Просто сейчас взяли, прокачали его, эволюционировали. Да и всё, вот он у нас уже есть. Потом Ферролигатор. Бравиари. Это вроде рулет, да? Потом. Ну, следующая эволюция рулета. И потом, ребята, Драгонайт. Два летающих в этой команде. Ладно. Так, дальше. Это уже второй бокс, ребята, пошёл. Второй бокс. Так, это сюда. Это сюда. Дальше. Седьмая команда по счёту. Так. И вот так. Первый у нас идёт. Nine Tails. Вот он. Потом Шани Пласл. Потом Экзегьютор. Три Башкенции. Потом Свамперт. Вот он. Может, в следующем сезоне он будет, нашим стартовиком. Посмотрим. Потом Алтаре. И последний Мамосвайн. Вот он. Отлично. Дальше. Кто там у нас? Следующий. Так. 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 Сюда. 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 И сюда. Вот так вот. Первый. Вулкорона, ребята. Сколько, если вы помните, сколько мы там вылавливали Ларвесту. Я не помню, сколько я там ходил, сколько я её искал. Но потом она уже наконец-то заспавнилась. Я помню, что Ларвеста заспавнилась в тот же момент, когда и заспавнился легендарный босс Гроудон в пустыне. То есть мы ходили в поисках и Гроудона, и Ларвесты. И Гроудон с Ларвестой заспавнился вроде в один и тот же момент, когда мы там были. То есть мы потом сразу словили и Гроудона и Ларвесту. Ну вот, ребята. Вулкорона. Потом Пачирису. Потом Виктребел. Я, ребята, может, думаю в следующем сезоне сделать музей покемонов. То есть создавать статуи каждого покемона, которого мы словим. То есть сделать какой-то большой музей. Например, словили мы Пикачу, да, пошли сделали второй по счету. То есть написать табличку 1, 2, 3, да. Например, Пикачу у нас там четвертый, третий покемон по счету, которого мы словили. И там где три, сделать статую Пикачу. То есть мне кажется это прикольно будет в музее покемонов. Я сейчас никого не видел. Это мне кажется прикольно будет. Ух, нихрена себе, Китяра. Вайлорд. Потом Саламенс. Сала наша. Нет, это не Сала. Кто-то там другой Сала был. Я уже не помню. А, вроде, вроде, я не помню, кто там был. Сейчас дойдем до него. Баттерфри. Так. Ой, не туда, а вот сюда. Вот так. Потом. Девятая команда по счету. Первый у нас Тайфлоужин. Вот он. Потом Шайни Майнун вроде. Он Шайни. Иди ты сюда, куда ты убежал. Да, Шайни Майнун. Потом Белсон. Тоже Шайни. Потом Пулеврат. Тоже Шайни. Зелененький. Аэродактиль. Летающий. И... Хитмон Чан. Вот он. Отлично. Дальше. Последняя команда, ребята, во втором боксе. Да. Приступаем. Вот так. Первый у нас в последней команде второго бокса. Это у нас Рапидаш. Такой тоже маленький. Небольшой. Потом Эмолга. Вот она. Потом Лиавани. Тоже такой прикольный покемон. Потом Гулдак. Шайни. Шайни Гулдак. Он же Шайни. Розовенький с голубеньким. Как-то странно немного. Потом у нас Метагрос. И последний Таурос. Вот он. Отлично. Ху. Все. Второй бокс, ребята, мы уже закончили. Сейчас третий. Приступаем к третьему боксу. Вот Сала в этой команде. Камерапт, ребята. Потом у нас идет Электрод. Потом у нас идет Вимсикод. Капу... О, точно. Это Капуста у нас. Вспомнил. Мы Капуста его называли. Валрейн. Вот его предыдущая эволюция. Мы его Салом называли. Потом Гуларк. Гулурк. И потом... Розовенький наш Гипно. Так, дальше. Это уже третий бокс пошел. Ой, не того. А вот сюда, сюда, сюда. Дальше. Берем. В двенадцатую вроде команду или какую. Ну, короче, вторую команду с третьего бокса. Первый наш покемон в этой команде. Флорион был. Потом Галвантула. Короче, на какого-то... Не знаю, на паука, что ли, смахивает. Только ног поменьше будет. Ну, все же. Потом Анжел... А, Анжелка наша. Ох, Анжелка, привет. Че там? Как дела? Ее эволюции нету, поэтому она и Анжелка и так и осталась, ребята. Потом у нас идет Лаброс. Вот он. И потом Дрифблин. И Шайник Голем. Вот он. Отлично. Ху. Дальше. Пошли, ребята, как я уже вижу. Пошли жуки. То есть до тринадцатой команды мы жуков даже не брали в команду. Как дополнительного. Первый жук это наш Сайзор. Которого я понял, что жуки, в принципе, рулят на против водных покемонов. Потому что... Сизор мне показал, что он реально рулит на прокачке. И убивал, в принципе, водных покемонов с одного-двух ударов. И психических тоже вроде. Потом Лан Турн. Леофион. Лифион. Потом. Так. Потом у нас идет Каракоста. Потом у нас идет Флайгон. Би... Бисячий. Фляй, фляй. Давай еще. Фляй, Флайгон. Иди в жопендию, Флайгон. Ты меня так бесил со своим этим. Ну, ребята, я не знаю. Потом еще не до Кинг. Никто. Тупо все молчат. Никто ничего не говорит. Каракоста. Все молчат. Сайзор. А вот этот, слушайте, этот противный голос. Фляй, Флайгон. Фляй, Флайгон. Такой их веди ты нафиг. Капут. Иди ты нафиг, а. Так, это где должно быть? Вот тут. Так. Потом. Четвертая команда в третьем боксе. Первый у нас идет Ян Мега. Вот она. Потом Мачамп. Шайни. Зелененький тоже. Жирафа Рич. Потом Гардос. Шайни. Потом у нас Норлакс идет. Тоже Шайни. Голубенький такой. Потом у нас идет Глайскор. Вот он. Отлично. Дальше. Дальше. Вот сюда. Последняя команда в третьем боксе. Первый у нас идет Скулиппед. Потом Праймейп. С этой команды мы уже вроде начались качать. Начали качать наш. На. То есть. Начиная с этой команды мы уже начались прокачиваться. На Блиссе вроде. Как я помню. Или что такое. Или еще раньше. Ну фиг его знает. Рампордос. Как я помню сказал. Рамптрампорс. Или как. Случайно. Не смог прочитать. Или еще что-то. Или случайно просто так сказал. Потом. Ой. Потом Вапорион. Потом Стантлер. И потом Крокодайл. Вот он. Отлично. Это какая уже команда? Это последняя команда третьего бокса. Так. Сейчас пошел ребята четвертый бокс. Тут уже. Давно в принципе уже пошли вот такие покемоны. Не огненные. А вот уже начиная Сизора. У нас уже водные закончились. И поэтому мы уже начали жуков брать. Так. Первый в этой команде у нас был Хитмон Ли. Потом Бишарп. Шайни Бишарп. Потом Алаказан. Потом Пуллитоид. Вот он. Такой прикольный. Жаба какая-то. Дивгонг. И потом Милтанг. Вот он. Отлично. Дальше. Вторая команда четвертого бокса уже у нас идет. Так. Это сюда. Дальше. 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 Вот так. Отлично. Первый у нас в этой команде Краспл. Каменный. Фиг его знает кто. Так. Потом у нас Лунатон. Потом Шайни Кробат. Вот он. Потом Амбрион ребята. О и вот этот разговаривает. И вроде Дроузи еще разговаривает. Но что-то не все просто разговаривают в этой версии. Не знаю почему. И Лак. Потом Бастиодон. И потом Кенгуру. Или как мы его называли. Что-то такое. Так. Дальше. 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 Так. Вот уже каменный тут пошел. Первый в этой команде у нас Оникс. Нужно бы вылечить. На принципе пофиг. Но и так давайте вылечим. Оникс. Потом Бедрил. В этой версии он ребята тупо невидимый. Я не знаю почему. Лак какой-то. Либак. Или не знаю. Потом Шайни Лидиан. Потом Шайни Клойстер. Вот он. Потом Вабуфет. И потом Шайни Персиан. Вот он. Шайни у нас ребята куча. Если честно в этом сезоне. Как-то мы много наловили Шайни покемонов. Это сюда, 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 сюда. Потом у нас идет. Перед последней команде четвертого бокса вроде или какого-то. Идет у нас Пинсир. Первый. В этой команде. Потом Мару Ваг. Потом Крифейбл. Шайни. Ох какая. Потом Сикинг. Я не знаю Шайни или Шайни нет. Ну где обычный. Потом Реу Никрус. И потом Генгар. Вот он. Отлично. Дальше. Какой-то бокс. Вот он. Четвертый бокс. Уже практически конец ребята. Дальше. В этой команде. Последней команде четвертого бокса. Первый покемон у нас идет. Армалду. Да почему ты спиной ко мне стоишь? Вот зараза. Ну ладно. Потом у нас идет Дактрио. Всеми любимый Дактрио. Очень редкий покемон. Мы его практически никогда не встречали. Это единственный Шайни покемон который заспавился за всю игру. Единственный Дактрио. Больше мы никого не видели. То есть мы не видели каждую серию по 10 Шайни Дигритов. Дактрио. Нет ребят. Это единственный был. Потом Фарфетч. Потом Глассион. Потом Шайни Нидо Квин. И потом Джинкс. Вот она. Отлично. Дальше. 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 Последний бокс можно сказать. То есть в шестом боксе там он даже наполовину не заполнен. Поэтому вот тут. Парасект. Вот он. Первый в этой команде. Первой команде пятого бокса. Потом Шайни Виглитав. С зелеными глазами. Потом Сидра. Вот она. Потом Дито. 60 уровень. Потом бесячий вот этот Чукча. Который нападал на нас всю игру. Который в принципе жирный. Убивал наших покемонов. Наши команды. Которые мы только начинали прокачивать. У него нет эволюции ребята. Вот этого Кинги или как он там называется. Потому что только в следующей версии она у него есть. Сейчас у него ее еще нет в этой версии. И потом Райперио. Вот он. Дальше. Поэтому в следующей версии мы его сможем эволюционировать. В короля Кинга. Да. Но в этой версии мы его не можем эволюционировать. Так. Дальше. Первый у нас идет Кабутопс. Второй команде пятого бокса. И Кабутопс тоже. Кабутопс. Разговаривает. Потом Шайни Кинлер. Такой цвет поноса. Как я уже говорил. Или что это такое вообще. Потом у нас идет Ариадос. Вот он. Шайни. Шайни Ариадос. Саблей. В этой команде у нас три покемона. Которые просто. Не имеют эволюции. Это Саблей. Это Ликитунг. Языкастый. И это Чатот. Дальше. Вот сюда. Ай. Вот сюда. 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 Берем третью команду по счету. В пятом боксе. Так. В первой этой команде у нас идет Драпион. Потом Клин Кланг. Потом. Мыша вот эта. Мыша. Он Шайни, да? Да, вроде. Потом Поригон Зе. Утка. Потом Гигалит. Лиф. Гигалит. Гигалит. Тот же Шайни. Такой прикольный. И потом Старми. Вот. Последние команды, ребята. Последние команды уже этого сезона пошли. Еще парочка команд осталось. Вот так. Первый. Края Гонал. В этой команде. Потом Сидж Лиф. Вот он. Потом Веномод. Потом Сэн Слэш. И как он там называется, зараза? Он тоже вроде тащил. У него Эртквик есть. Ну, в принципе, да. Таких есть. Потом Сулл Рок. Шайни Сулл Рок. Я помню, мы встретили просто нереальную кучу Шайни Суллл Роков. Но помню, или два или три раза, когда мы пытались прийти к Шайни Суллл Року, то ли он пропадал. А потом два или три раза, когда мы к нему проходили, я вступал с ним в бой, его тупо выкидывало. Я не знаю почему, но его просто-напросто взяло и не его выкидывало, а нас выкидывало. Когда он был где-то в земле, да, я на него кидал покемона, чтобы вступить с ним в бой и почему-то выкидывало. Я не знаю почему. И так мы профукали кучу Шайни Суллл Роков. Потом у нас идет Додрио. И предпоследняя, ребята, команда этого сезона, четвертого сезона. Так, вот. Первый Блисси, 415 жизни охреней. Ну, в принципе, да, на ней только все и качаются, поэтому столько и опыта, и столько жизни. В принципе, это реально очень много, и очень много опыта с нее падает. Потом у нас Ома Старь идет. Последний фоссил покемон вообще в этом сезоне, которого нам пришлось прокачивать. Потом Шарпедо. Обрезанная акула наполовину, да. Вот тут она кончается. Вот видите, даже шрам остался, как ее обрезали. Потом у нас идет Мистер Майм. Потом Визинг. Вот бы вам, чуваки, текстурки какие-то новые, а не квадратики, было бы вообще офигенно. И тебе, и Мистер Майму, и Хитмон Чану, и другим каким-то. И Маку тоже, потому что это не вот Шайни Мак. Или анимацию еще какую-то. Ребята, вы согласны, чтобы им запилить уже какую-то, поставить нормальную анимацию или еще что-то? Потому что это не очень. Те же Старьми бы офигенную анимацию поставить. К тому же Кабутопсу, кому бы еще нормальную анимацию поставить. Додрио тоже нормальную анимацию бы поставить. Или текстурку, было бы вообще офигенно. Может, новой версии поставили, но и так вряд ли, мне кажется. Им проще новых покемонов сделать и еще 10 легенд, чем текстурку. Ну, хотя фиг его знает. То есть, отлично, что они делают новых покемонов. Отлично, что они делают новые анимации. Отлично, что они вообще обновляют. И что вносят в игру новых покемонов. Но фиговенько то, что они забыли про старых покемонов. Тот же Молтро. Смотрите, ребят. Смотрите, какая текстурка офигенная у Киогра. А про Молтреса, про легендарных птиц они тупо забыли. Анимация какая-никакая, но есть. Но текстурка не очень. То есть, тут все с квадратиков состоит. А тут уже, смотрите, в этих покемонов. То есть, тут уже все офигенно. Хоть он такой большой, но тут ни одного квадратика не видно. Также текстурки бы подошли нормально. Кому тут? Кто тут есть? Тут Арбоку бы офигенной текстурки. Всем Иви, Желтеону бы нормальной текстурки сделать. Кому бы Арканайну сделали бы нормальной текстурки. Драгонайту. Как бы я хотел нормальной текстурки Драгонайту. Чтобы он был не полностью квадратный. Какой-то классный. Потому что первый из покемонов в этом моде. Но текстуры они что-то не хотят добавить. Даже тому же Баттерфри добавили текстуры. Но Драгонайту нет. Гулдаку бы нормальный. Таурусу. Рапидашу. Куча покемонов. Куча покемонов есть, которым бы нужны нормальные текстуры. Но я не знаю, то ли они забыли. Или то ли они сейчас больше всего заняты добавлением новых покемонов. Новых легенд. Новых вещей. А за старых покемонов я не знаю. То ли забыли, или то ли просто не хотят. Думают, что так нормально. Ну ладно, мы не будем судить. Это их дело. Мы ничего не можем с этим сделать. И в принципе написать им, что вы там хотите. Давайте делайте новые текстурки. Тоже не можем. Потому что это они решают. Но все же. Предпоследняя команда в этом сезоне. Команда легендарных покемонов. Первый у нас идет Киогра. Сотый уровень. Потом Молтро. Сотый уровень. Потом Артикуно. Сотый уровень. Потом Забдос. Сотый уровень. В принципе тут все сотые уровни. Поэтому не нужно говорить каждый раз. Потом у нас Груудон идет. Большущий. И потом у нас Райкваза, ребята. Которая не спаялась. Потом как-то заспаялась. Непонятно. Но все же Райкваза. И ребята. Все. Конец сезона. Последняя команда в этом сезоне. Которую мы в принципе еще прокачили. Даже в той же предыдущей серии. Это наш Мьюту. Который вышел с этой машины. И Мью. Которого мы тоже ловили. Долго можно и так сказать. И все ребята. Посмотрели мы всех покемонов этого сезона. Всех покемонов которых мы словили. Давайте еще пройдемся. По всему что у нас тут есть. Ну домик у нас такой не очень если честно получился. Я думал что сначала он будет каким-то лучшим. Потому что я планировал его как-то по другому сделать. Но все же он у нас не очень получился. В следующем сезоне может я постараюсь какой-то другой домик сделать. Может какие-то другие шейдеры нормальные подобрать. Вот эти даже например. Чтобы получше выглядеть. И с этими шейдерами мне кажется даже меньше глючи чем с нашими. Да вроде. Что меньше рывками. Или просто шейдеры настолько офигенные. Что кажется что меньше все глючит. Эти шейдеры офигенные. И эти шейдеры офигенные. Эти я не люблю вот эти шейдеры. Почему все говорят что. Почему все говорят что эти самые лучшие шейдеры которые только существуют. Свет тут просто хреновый настолько что даже неприятно смотреть. Даже в освещенном помещении тут все очень темно смотрится. А на улице, а на улице очень все светло смотрится. Я не знаю почему, но не знаю ребята. Ну вот такой у нас домик тут. Потом тут я переработал. Не очень у нас домик получился в этом сезоне. Но все же. Чарилки. Гости у нас тут. Сундуки. Склад небольшой. И все. Стену вокруг города я уже обвел практически в конце сезона. Я не знаю то ли мне лень было сначала и это все делать. Потому что это реально долго делать в эту всю стену тут. Без всяких команд а тупо вручную это все строить. Это реально долго. Но все же сделал я вот эту стену. Тут возле дома у нас небольшое озерко. Деревья. Потом направо у нас идет стена людей. Победителей. Тут у нас на данный момент 1, 2, 3, 4, 5. Ну около 10 победителей которые угадывали. Покемонов в рубрике угадай кто да. То есть темная картинка покемона. Они угадывали. И потом кто-то с 10 человек попадал на эту стену. Но как видите ребята. Стену до конца я не запомнил. Не запомнил. Только потому что я уже понял практически на середине сезона. Что сезон будет длинным. Что он затянется. И нужно как-то это все поскорее это сделать. Поэтому ребята. Как-то не успел я даже делать ту же рубрику. Угадай все каждый раз. Но и в принципе. Как видите даже стена наполовину не запомнилась. Но. Еще раз ребята извиняюсь. То есть я говорю. Я понял самую главную ошибку. Но об этом мы поговорим. В конце сезона. В конце этой серии. И поэтому ребята. Несколько вещей нужно было забыть про них. Чтобы быстрее просто-напросто закончить сезон. Я с начала сезона если честно хотел перестроить даже наш дом. Сделать какой-то еще отдельный дом. Но потом я еще расскажу. Я понял что сезон просто затянется. И нужно как можно быстрее его закончить. Нужно уменьшить какие-то вещи. То есть сократить время на другие вещи. На постройки. На еще что-то. Чтобы просто-напросто уже докачивать наши команды. И чтобы просто закончить сезон. Вот тут у нас стена участников. Победителей которые угадывали покемона. То есть можно сказать участников. Идем дальше. Тут машина клонирования. Тут у нас. Давайте сначала направо пойдем. Тут у нас такого особенного ничего нет. Тут у нас выход с нашего города. Тут такой лесок красивый тоже получился. С этих дубов. Тут у нас портал ватт тоже такой прикольненький получился. А у меня что? Писка-писка стоит. Фиг я узнать почему. Тут у нас тоже лес такой. Давайте назад побежим. Побежим ребята назад. Тут у нас. Ну такая постройка. Ферма какая-то получилась. Сарай можно так сказать. Ну нужно было наверное делать все-таки на открытом воздухе. Потому что на открытом воздухе наверное все более быстро растет. А не так как тут в тени. Хоть тут и есть факелы. Но многие люди всегда говорят. Что если она будет на воздухе. Вот тут. Под небом. То намного все быстрее будет расти. Чем например в закрытом помещении. Хоть там и миллион. Вот этих будет. Факелов. Но ладно. Все же. Нам еды хватило. Нам еды хватило ребята на весь сезон. И там еще до хрена еды осталось. Потом у нас вот такой. Я не знаю как это назвать. Я построил лесочки. Тут такие деревья прикольные. Тут я мельницу построил. В принципе она тоже такой красивой вышла. Мне так кажется. Тут у нас. Вот такой просто обычный тут склад был для приконов. И вот тут для тростника. Который мы уже весь забрали. Так. Тут у нас что? Тут у нас тростник. Тут ровно 64 штуки. Я даже не лечил когда я это все делал. Но как-то получилось ровно 64 штуки. Что если мы собираем вот эти два верхних слоя. Слоя. А вот этот оставляем. Чтобы он рос. То тут ровно получается один стак. Тут у нас ребята. Априконы. Тоже тут получается вроде 16. А тут 32. Или что-то такое. Чтобы было. Черных всегда в два раза больше чем желтых. Потому что так оно и должно быть. Потом ребята. Плавильню. Которую мы сделали практически в начале сезона. Давайте сейчас посмотрим что тут есть. Четыре плавильни. Ставим вот сюда. Тут уголь ставим. Потом тут печки. Это все переплавляется. Забрасывается сюда. И мы отсюда забираем. Тут ничего. Но тут как видите априконы. Мы сжарили. Тут у нас руда. Вот видите сюда. Даже я сделал рамки. Сюда мы ставим руду. Сюда уголь. А сюда вот что у нас получается. Вот тут у нас еще есть какая-то. Руда даже ребята. Потом тут у нас. Мы всякие блоки переплавляли. Тут у нас ребята еда. Еда у нас еще до сих пор охренеть сколько тут валяется. И в принципе ребята хватило нам ею. Фух. Нужно ребята все запомнить. Все посмотреть. Что было в этом сезоне. Тут у нас магазинчики вот такие. Вот этот вход построил. Мне кажется прикольно так получилось. Я не знаю реально прикольно. Такие рамки или как это называется. Арки. Какие рамки нафиг. Тут у нас фонтанчики такие. С одной стороны с другой. Тут у нас трава посажена. Такой проход. Деревья. И вот тут такой у нас магазинчик получился. Все наши продавцы пока. 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 Может увидимся с вами в следующем сезоне. А может и не будет продавцов. Посмотрим. Тебе тоже пока. Алтари мы покупали. Тебе тоже пока. Мы у тебя кучу дисков. Купили. И тебе пока. Чувачок. Мы у тебя много. Яблочек купили. И все в принципе. Больше нам тут ничего делать. То есть все я посмотрел в этом городе. Все что было построено. Чикари додерутся. Извиняюсь. Все что было построено в этом городе. Я в принципе посмотрел. Сейчас. Ах. Прокашлялся. Что-то. Фик его знает. Так. Давайте еще телепортик наш. Плейнс. Опа. Все. Телепортнулись. Тут мы ребята выжидали райквазу. Потом она где-то вот тут заспавнилась. Без написания в чат. Просто взялась и заспавнилась. И до хрена тут так заспавнилась. Боссов наверное говорят. Не уходи. Не уходи с этого сезона. Тебе три босса. Мы тебе еще кучу шмоток дадим. Ты продашь. Ну не уходи. А потом у нас горы. Где мы в принципе нашли офигенное место, чтобы убивать райквазов. Как я? Убивать райквазов. Что я вообще говорю? Чтобы убивать бешарпов и чтобы в принципе кучу опыта себе зарабатывать тоже. Мы сначала качались на киндлерах, потом на бешарпах. Ну а потом и на киндлерах и на бешарпов. Кто-то качался на одном, кто-то на другом. В зависимости от того, кому где лучше было прокачиваться. И конечно же ребята. Наш остров. Который прям уже в печенках сидит. Можно и так сказать. Потому что ребята. Весь сезон. Можно сказать. Протянуться на этом острове. Вот в этом ребята. Самая главная проблема этого сезона. Как я понял. Почему этот сезон хуже всех получился. Потому что ребята. Я сделал самую большую ошибку. Это то, что я сделал команд. Команды это еще нормально. То есть это команды еще не ошибка. Но я сделал самую большую ошибку. Это то, что я сначала сделал цель. Прокачать всех покемонов. К 60 уровню. Чтобы все команды были 60 уровня. То есть команды мы можем оставить и в следующем сезоне. Это нормально. То есть более-менее. Но нужно сделать какую-то другую цель. Как например. Мне предоставили одну офигенную идею. И мне кажется, что она как раз будет офигенной. Допустим ребята. У нас есть в команде Черезарт. Который. Последняя эволюция на 36 уровне. Не. Я просто допустим. Пример ребята. У нас есть Черезарт. У которого эволюция на 36 уровне. Потом. У нас есть. Баттерфью. Которого эволюция там например на 20 уровне. И я не буду точно говорить, но например на 20 уровне. Потом у нас есть Арбок. Да. То есть Эконс Арбок. У которого эволюция тоже на 20 уровне. Ну приблизительно. То есть я ребята примером и говорю. Потом у нас есть например. Бедрилл. У которого эволюция тоже на 20 уровне. Потом у нас идет там. Ра-та-та. Тра-та-та. Тра-та-та-та. У которого эволюция тоже там на 20 уровне. Я знаю, что там не на 20. Но я приблизительно говорю. Потом у нас идет Электрод. У которого эволюция тоже на 20 уровне. Что мы делаем. У нас есть приблизительно 5 покемонов в команде. Которые эволюционируют на 20 уровне. Которые прокачаются уже на 20 уровне. И нам больше незачем его прокачивать, то есть, нам просто нет смысла его прокачивать, только потому что у него уже последняя эволюция, и нам нет просто смысла дальше его прокачивать. Все, мы его прокачали к 50 уровню, ну, к какому 50, мы его прокачали к 20 уровню, у него дальше нет эволюции, нет смысла даже дальше его прокачивать, потому что у него уже максимальная эволюция. Но, у нас есть в команде Charizard. Ну, Charmander, например, да. У которого эволюция на 36 уровне. Поэтому, когда он будет 36 уровень, нам уже нету смысла его будет дальше прокачивать, потому что он уже 36 уровень. Все. У нас уже нету смысла его дальше прокачивать. И поэтому, когда он будет 36 уровень, все. Нету смысла прокачивать. Но, мы возьмем того же Рататататата, мы возьмем того же Дрифт Блима, не Дрифт Блима, а Бедрилла Мы возьмем того же Баттерфри Арбока Который эволюционирует на 20 Уровне и так же прокачаем его к 36 То есть Все покемоны должны быть того же уровня Кого Того же уровня Как это объяснить, потому что это тяжело Принципе объяснить Короче все покемоны в команде, которые эволюционируют Раньше одного покемона Должны быть того же уровня, что и тот покемон У которого эволюция самая выше Например если у Черезарда 36 уровень А у Эконса 20, то и Эконса мы должны Прокачать до 36 уровня Хоть он эволюционирует и на 20 уровне Если у нас допустим по другому Если у нас Черезард в команде И у нас Дратини в команде Черезард эволюционирует на 36 уровне А Дратини эволюционирует на 55 уровне То тогда мы должны Прокачать и Черезарда до 55 уровня Короче все покемоны В команде должны быть одного уровня Но должны дойти до того уровня, который необходим одному покемону, чтобы добыть свою последнюю эволюцию То есть у нас будет команда и 20 уровней, потому что, ребята, если мы возьмем Иви Эволюционируем ее с помощью водного камня в первой же секунде То Иви у нас будет третий уровень и она уже будет на своей последней эволюции в опоре Какой смысл ее тогда дальше прокачивать, если у нее уже эволюция и она хоть и третий уровень, но ее уже эволюция Поэтому, ребята, если у нас будет и Иви и, допустим, Торчик в одной команде Торчик будет уже прокачан на 36 уровне То мы тоже Иви в опореоне должны прокачать тоже до 36 уровня Это, ребята, тяжело объяснить, но я не знаю, кто захотел, тот понял, кто не понял, тот догадался Но я думаю, ребята, более-менее ясно, что и как я хочу сказать Поэтому, ребята, у нас будут команды в пятом сезоне, можно так сказать, и 20 уровня Например, если у нас будет максимальный покемон, это Эконс, да, то будут у нас команды там 20-25 уровня У нас будут команды и 55 уровня, например, ту же Ларвесту на 55 уровне будет одна команда Того же, ту же Доротини, которая на 55 уровне, у нас будет вторая команда Или того же Черезара на 36 уровне и у нас будет команда 36 уровней Поэтому, ребята, вот так Ну вот остров, который, в принципе, затянулся Из-за этого острова сезон такой долгий получился, что мы тут всегда прокачивались Никакого разнообразия, никакого, не знаю, захватывающих каких-то моментов Мы тут сидели на начале серии, приходили, в конце серии уходили На начале серии приходили, в конце серии приходили Я до сих пор не поднял этот паке-паке-паке Болл и оставлю его Пускай он тут будет, пускай он нам запомнится, что он тут был И мы его так и не подняли И, ребята, в конце сезона я уже построил эту ферму Блисси Потому что уже просто-напросто заколебался я прокачивать Покемонов на кинглерах заколебались И вы, ребята, смотрите, как я прокачиваю одну команду за 5 серий И поэтому, ребята, я сделал уже, наконец-то, эту ферму И мы начали прокачивать две команды в одну серию Две или одну команду в одну серию Одну команду и начало другое Поэтому, ребята, вот и быстрее мы закончили этот сезон Если бы мы не начали так прокачивать То есть сейчас бы мы не заканчивали сезон на 147 серии Или какой-то 148 серии А закончили бы где-то на 200 серии Или там на 220 Потому что мы бы еще до сих пор тут стояли и прокачивали какую-то 15-ую команду На кинглерах или еще на ком-то И поэтому, если бы мы не сделали дороже, дешевле Аркени То реально мы бы тут еще сидели и прокачивали команду Может, с начала пятого бокса Так уже, ребята, конец Все Что-то мне трудно дышать Я не знаю, почему, вроде ничего такого Но я уже, может, загорелся, если честно Потому что уже сколько? Больше, чем полчаса уже тут говорю, говорю, говорю И мне уже что-то Фух Передохнуть хочется Ну ладно, давайте, ребята, уже на этом заканчивать То есть, конец четвертого сезона Да, я понимаю, что четвертый сезон не таким уж И классный получился Затянутым Не очень интересным Но попробуем это исправить В начале пятого сезона И, в принципе, во всем пятом сезоне Пятый сезон начнется, ребята, тогда, когда у нас будет 750 лайков на этой серии Да, 750 лайков за один день не наберется Да, 750 лайков, может, даже за два дня не наберется Но, ребята, это зависит от вас Если вы постараетесь, если вы меня поддержите То, может, 750 лайков даже набраться за сегодня, а завтра уже выйдет новый сезон Я это делаю не для того, что я от вас клянчу лайки или еще что-то Я это делаю для того, чтобы дать резон для того, чтобы сделать новую сборку То есть мне тоже необходимо какое-то время Не 20 минут, не 30 минут, а, может, и день, и два Потому что, сами понимаете, у меня есть немного и другие дела Я не могу сидеть 24 часа за компом, не спать И потом еще 24 часа за компом и так вообще не спать, да Поэтому, ребята, сборку нужно сделать Нужно будет искать моды какие-то новые, чтобы было разнообразие Нужно будет искать такие моды, чтобы они сочетались с другими модами Потом найти какую-то карту, чтобы мы не заспались где-то посередине океана И, в принципе, шейдеры и другие Может, чекстурпак, фиг его знает, посмотрим И поэтому, ребята, как раз за 750 лайков, это за 2-3 дня Пока это все наберется Уже выйдет первая серия пятого сезона И, во-вторых, ребята, это заходите в группу ВКонтакте И голосуйте за покемона, за стартовика Которого вы хотите, чтобы я выбрал в пятом сезоне То есть покемон, который первым дойдет до 100 голосов У которого первым наберется 100 голосов Тот у нас будет и в пятом сезоне Сейчас у нас лидирует 3 покемона Это Снайви, Маткип и Чармандера Но вроде лидирует выше всех это Маткип Поэтому, ребята, если он наберет первым 100 голосов То его мы, ребята, и выберем Потому что 4 сезона подряд мы выбирали огненных покемонов Первые 3 сезона мы вообще выбирали только Чармандера Четвертый сезон мы тоже того же Огненного взяли Но уже не Чармандера, а уже Чимчара Поэтому, если честно, хочется уже кого-то другого Даже того же Травяного взять Или даже Водного взять Маткип это будет просто офигенно каким оптимальным решением Потому что это единственный стратовик, которого сложнее всех найти То есть Чармандера мы пойдем в горы и найдем Того же Чимчара мы там найдем Пиплопа вообще охренеть как легко найти Че там нужно найти Зимний Бюм, туда пойти и найти его Все, больше нам ничего не нужно Также и остальных Синдоквила, Торчика, это все легко найти Тепига и Снайви, Пульбасаура, Сквиртла, Ашавода Это тем более легко найти Ту же Чикариту тоже А Маткипа мы, ребята, долго искали Но нашли Поэтому, ребята, Маткип, мне кажется, как раз оптимальным вариантом будет И еще, ребята По поводу Покер Адара Кто может, скиньте ссылку в описании Или скиньте ссылку в группе ВКонтакте Чтобы и для других людей было У которых нету Покер Адара Но он им нужен Или, например Напишите мне ВКонтакте Что вы можете мне скинуть Потом добавите в Скайпе и скините Ну что, ребята Давайте на этом заканчивать Давайте еще, знаете что? Я как раз себе мус скачал под конец сезона Где он находится Вот он На селфи, ребята Давайте сделаем селфи На фоне нашего дома Вот На фоне нашего дома На фоне Мью, Мью, Ту Вот так Нет Мью Ну, пожалуйста Не будьте такой скотиной Иди сюда Не нужно сейчас выкобыливаться Вот ты, зараза О, иди сюда Вот Мью и Мью, Ту Вот сделали мы такой селфи небольшой Пускай будет Все Ребята, давайте на этом заканчивать Ставьте лайки За четвертый сезон Не особо интересный Но за то, что он хотя бы закончился И начнется пятый сезон Серия длится уже около часа Поэтому, ребята, тоже лайк 750 лайков Начало нового сезона И когда он начнется Зависит Просто напрямую от вас Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Все записи за просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok